Здарова, друзья, сейчас мы посмотрим Чака, босса, молокососа, мультразнос, да, мы как бы обещали после DreamWorks, да, что мы посмотрим, потому что мне, в принципе, нормально, нет такого отвращения, но у Чака, какая-то очень сильно неприязнь, ненавидит этот мульт, мы когда смотрели ее обзор, давай посмотрим, может мы найдем какие-нибудь плюсы все-таки, ну давай смотреть, погнали Это были рингтоны старые, знаешь, такие? Я заслышала это Да Это что тут делают? Это тиктоки? Танцуй со своим малышом Ну это же просто фотка Что? Ну она такая миленькая Ты опять босса молокососа пересмотрела? Да Странно Приветствую, сегодня у нас на мушке новиночка Помню, будто вчера шел к кинотеатру, увидел этого мерзотного карапуза в костюме, который прям прожигал московской коммерческой бездушностью Я прям чувствовал, сколько на одном постере DreamWorks, наверное, выжать бабок из родителей и их детей Не посмотрев трейлера, я уже возненавидел босса молокососа Видишь как? Видишь? Просто неприязнь была с самого начала Он просто сразу понял, что это очень коммерчески Он искал одни минусы Потому что он понимал, что это будет не душевный мультик, что сразу конкретно тут есть схема Да нет, нормально, он душевный был Более менее Тут типа есть схема конкретно по выкачиванию денег, понимаешь? Поэтому он сразу Ну, в смысле, типа О, ребенок, и он в костюмчике, и типа взрослый ребенок, прикольно А, давай пойдем Вот поэтому, знаешь, сразу это триггернуло жестко Не, я как бы тоже по этому поводу не люблю Они орут, и они воняют Да, но я говорю конкретно про мульт, а не про детей, да? И как бы... Да вот что, этот мульт для детей я считаю не очень релевантным Для меня они делятся лишь на плохие и хорошие А Карапузов я ненавидел еще будучи семилетним мелким засранцем Поэтому вы можете догадаться, как у меня горел пукан от босса Малакасоса Авторства Тома Макграта К слову создавшего Мадагаскар Давайте вот серьезно, без шуточек и сарказма Попытаемся пробежаться по боссу Малакасоса И понять, что же в нем не так Напоминаю, что это мое мнение Так, смотрим Короче, я буду бомбяжи, чувствую Итак, мульт запузырился Ну и поскольку я уже сто лет не смотрел DreamWorks Мультики, чистое удовольствие насладиться, их застав... Опа Тихо, мульт, спокойнее Все, кажется, слишком яркое Мама, папа, не волнуйтесь, я разберусь Да, перед нами главный герой Лютик Тимоти Более странное погоняло Еще, конечно, придумать надо И как вы могли заметить... И такой Лютик из Ведьмака такой Не понял, знаешь Он фантазер Даже слишком фантазер Конечно, очень много всего было, да, такого? Господи, да чего не так с этим визуалом? Почему тут все пердит, летит и взрывается? Но Тома Макграт знает, как давить на восприятие мелких ублюдков И ловите нашего главного антагониста Чье знакомство начинается с крупного плана... Жопы Вот уж милая жопа Какой-нибудь Майкл Бэй любил назнакомиться со своими женскими персонажами С крупных планов багажника И это было неплохо Не, ну в смысле в контексте творчества Короче, не надо мне жопу в мультике пикать Собственно, вот он босс Почему он стал таковым? Ну, на фабрике по производству малышни он не засмеялся над перышком Отчего стал офисным плактоном в Бэйби Корп Так это же другой смех Это не тот, который, знаешь, типа, веселит себя Это как бы уже щекотка Он же не такой, который А-а-а-а, как смешно Ну вот, поэтому непонятно почему Все вообще безэмоциональные Так это же не эмоции вызываются Это типа рефлекс А именно рефлекс такой Ну, в мультике так В общем, в мультфильме вы об этом не узнаете Нет, ну конечно, у нашего героя есть первозданная миссия Но вот чем занимаются остальные триллионы малышей Для меня тайна за семью печатями В любом случае, знайте Если вы увидели перышко Смейтесь Господи, какие они милые Вообще класс Да у тебя крышка поехала, женщина А ну сгинь отсюда Пока мульт запретил, милый Мне это не нравится Родители говорили У меня слишком богатое воображение Даже слишком богатое Ты будто все время под галлюциногенами Только гляньте на него Он как телке запрещенного приема Которые постоянно в наркоманстве Трепу летали И вот идиллию нашего челюстью Разбалованного мальчика С огромными ресницами Нарушает такси Откуда вываливается младенец Как это возможно? Если несколько минут назад Мама сидела с животом Я не знаю Неважно Да Ой, хочешь бутылочку? Ясно было одно Кстати, интересно, что родители Ничего не имеют против Что у них малой в костюме вообще сидит И типа норм, окей Здесь Ой-ка, миленько Мне кажется, что он не в костюме сидит Мне кажется, это Тимоти представляет его в костюме Ну, почему-то у меня такое ощущение Что-то он так его видит Он, да Метабор, конечно, хороший Но почему он в костюме? Почему это не смущает родителей? Ну, кстати, да Блин, досмотрела! Нет, это логичные вопросы Врисовывающая история вражды младшего и старшего Вечный, но работающий конфликт Снова срака? Он бы работал как шестеренки в нормальном мультике Однако в нашем случае это выражается лишь тем, что они строят друг другу рожи Ну, это специально сделано в числе детей Потому что дети смотрят и там все кричит Орет, свистит Цель в аудитории это лет пять Я уже представляю Просто мы, как раз, недавно видели племянника Я примерно представляю, да Да, да Вот эту историю ему зашло просто шикарно Если бы он видел, но ему такие мультики не показывают Потом показывают, вию, вию, три кота, ладно, неважно, погнали Господи, сколько шума за 15 минут наделал этот мультфильм Даже Том и Джерри в этом плане более демократичные Братан, Тимоти понимает, что братик у него какой-то не такой Я бы тоже напрягся, если бы ребенок говорил голосом Федора Бондарчука Вот это так Ксения, милого карапуза, есть своя, братья Если бы эта слюна летела ко мне в 3D, я бы вышел из зала ей Оооо Это так круто, когда тебе в рожу всякой дрянью тычут Ну, вообще-то да Будем считать, я этого не слышал Если вы думали, что это мульт о противостоянии двух противоположностей борющихся за внимание родителей То сосите жопу У нас тут есть сюжетные цели посерьезней А ну-ка Взрослые любили детей Больше всего на свете Но все изменилось, как только на рынке появились новые дизайнерские породы Каждая зверюшка очаровательней предыдущей Эм, погодите, в чем связь между песиками и детьми? Сейчас я поясню, дети милые Ребенок это продолжение потомства Человек, после которого вся жизнь родителей кувырком переворачивается У кого-то хорошую, а у кого-то в плохую сторону Появление ребенка это взвешенное ответственное решение Да-да, конечно С ним надо только гулять и взвешивать Скажите, это очень многим семьям, которые, в принципе, женились из-за того, что был залет И, которые, в принципе, живут вместе из-за ребенка Потому что, типа, ребенка Они взвешивали это все, Алина, ты не понимаешь Где они взвешивали? Взвешивали Сколько там петун весит? Петигри или что они там жрут? Получается, вы детей приравниваете к умилительным аксессуарам? Или же напрямую к собакам? Тупой параноик! Из-за таких челфри, как ты, рождаемость из земли сокращается! Да, я думал из-за песиков А мужик, блядь В любом случае, парень в РПМ от мордовороток его замечают И начинается экшен Воображаемый экшен Смотри, дети, наконец, подружились Здорово Кто хочет? Блин, горелый! Ой! Так, стоять! Это все их плод воображения? Или они все-таки не на жизнь, а насмерть дерутся? Пацан наказан, карапуз такой Ладно, черт, с тобой давай дружить Что ему сразу мешало с ним подружиться Обрести более старшего союзника? Возможно, потому что по характеру говнюк Ну да, говнюк он Он не хотел вообще еще отступать Да Показывают ему дивные миры Давайте отключим экран Сос, Сос, Сос Ты должен сосать Соси Важно, нигде она была А куда тебя доставят? Разве не хочешь узнать, откуда берутся дети? Суть в том, что Пирога все больше и больше Крадут у нас любовь Да Ага Ну то есть на полном серьезе Они не заливают это говно про собачек Собачки это животные А дети Это люди Почему все настолько высосано из пальца? Может было бы проще выстроить конфликт На противостоянии двух детей? Зачем выражать какие-то глупые глобальные проблемы? Тем более мы и так знаем, чем все закончится Зуб ставлю на то, что в финале босс осознает Своё предназначение останется Стэмплтонами Стэмпло... 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 Однако с каждой минутой мультфильм становится всё нуднее А мне так хотелось увидеть что-то в духе противостояния Аля кто подставил кролика Роджера Ну увы Герои решают сдружиться, чтобы родаки свозили их на выставку щеночков Потому что там презентуют какого-то уникального пса Уровень рождаемости от собак будет снижаться Бу-бу-бу-бу-бу Блин, просто замечательно Я что-то даже не помню этого Ну смешно же Смешно Ты же посмеялась Нет, я просто мысль И все посмеялись Я либо снялась от кадра И это собиралась Я не от кадра Я не от кадра Я от того, что Чак Что я просто представляла, что сейчас Чак будет делать, понимаешь? Герои на выставке Насколько ему понравилось, в принципе, что ему слюни из раки в экран пихает Я уже просто представляла, как он будет сидеть И словно культ с говном вылезает из ануса здоровой собаки И да, хватит мне без конца его жопу показывать Сил уже нет Может добьем уже это? О, да Итак, мы совершили хит-трик в финале турнира Кожаный мяч Давайте поаплодируем боссу Малакасосу Ну же, давай, аплодируй Во, молодец И вот они находят документы с новым секретным щеночком Кладут идентичный по весу Одна кривая рожи и слюнка идиллию нарушает Если босс стоял дыбь и клонен над документом То по какой траектории течет слюна? Походу даже сами создатели не допит О, да, это мы видели в киногрехах Когда смотрели Долбека Помнишь, там были киногрехи на босса Малакасоса И там он тоже этот вопрос задавал И еще раз вы будете пихать мне слюни крупным планом Я вас, я вас Что еще не хватает этому мультфильму? Правильно, антагониста Сделаем историю максимально тривиальной И тут сразу вникает вопрос Почему мы должны сопереживать Малакасосу и слюн? Пи***р Почему нам должен нравиться Тимати, если он просто избалованный щенок? И почему я вообще должен ненавидеть щенят? Бэйби Корп меня предала И у меня наконец появился план мести Мой Вечный щенок Короче, бывший босс Карабас Барабас С помощью волшебного молока Изготовил супер щеночка, который будет жить вечно А то его популяция будет сокращаться Разумеется, тут я 120 раз хочу ставить резонный вопрос При чем тут дети и щенки? Бл***ь! Их не смущает, что это мужик переодетый? И вот их Каждый имеет право на самовыражение Может этот мужчина осознал, что он хочет быть женщиной Как они могут это сказать, вот ему это запрещать? Вот они и не запрещают Поэтому вот так вот они не смутило их это ничего Какие-то вы поехавшие эгоисты Но кульминации уже близко А значит надо запихнуть в мультфильм Как можно больше бестолкового экшена уровня Луни Тюнс Если бы весь мульт был выдержан в таком стиле Я бы не ворчал Однако каждая минута хронометража этого мультфильма Меняет свою тональность бешеной скоростью Как шлюха на ипподроме У меня сейчас мозги взорвутся Дети неумилительные попрогонщики Все Мне дико бесит, когда мультфильм Ничего лучше пантомим с хныканьем и рычанием приложить не может Но как ты яйца не чеши, родители они не догоняют И по закону жанра ссорятся Лучше бы мы не встретились Лучше бы ты не родился Сделай удивленную рождество О, молодец Ну и без тебя реально жизнь бы была лучше У нас бы были вечные щенята Закон драматургии требует поссорить героев перед финальным актом Но вот оказия Их разлука длилась целую... Минуту Не, серьезно, даже засек Ну там минуты и пять секунд Ну какая разница Ну так мы сильнее ощутим привязанность этих милых карапутиков Ути-пути, да нехленно А вот у нас радость для Панины Типа да В контексте мультиков Все родители будут любить только щеночков Ну да После великолепной игры слов На нас выливают все клише белого света Родители похищают, герои объединяются Конвейер, ракеты с минутным отчетом Ну прям все радости жизни После непродолжительной битвы главный босс попадает в молоко и такой Вы все испутили! Ну и говно Но в любом случае сейчас будет рукопашный махач двух мужиковатых карапузов И мне кажется это будет кру... Да Юзин! На этот раз мы его хорошо воспитаем Что это было? Почему он стал таким вежливым в самый подходящий момент? А ты заметил, что сзади еще на нем висел котик? Да А еще обращает же босс маколососа вторую часть А если первая была про собачек, вторая будет про котиков Типа отсылка на следующую часть? Может быть, это пасхалка была! Почему-то попахивает Халтурой! Ничего интереснее не придумали? Однако щеночки обошли стороной свою незавидную участь Но тут же хочется спросить Как герои повлияли на основной ход событий? Песики как покупались, так и будут покупаться Вы не ускорили рост популяции собак на земле? Но и не замедлили Это просто конфликты, высосанные из пальца Но кого это волнует, когда... Ты наш герой И чудесный старший брат Ой... Босс свою миссию выполнил Он уезжает, команда выгружает все вещи Стирает родителям память Но зачем же столько геморроя? По сути, боссу молокососа вообще родаки не нужны Они лишь мешали А сам спиногрыз вполне самостоятелен для того, чтобы выполнить эту операцию У него даже пачки денег все время откуда-то вылетают От стемёра Заправского Вот на базе, как Читай его исполнилось Он начальник с золотым горшком Но нет, что-то не то Давай возвращайся, семью А то слишком трагичная музыка нам на уши давит Будто сейчас Люк Скайуокер к нам развернётся Как внезапно боссик захотел стать обычным малышом Вернулся на землю в стандартном обличии И получается, мать опять рожала Не прошло и года Вот же экзекуция над организмом Короче, босс вернулся Все они живут обычной жизнью Ути-путит ривиально пи***ц Зато жизненно и самоутверждающе И к финалу создатели поставили всё под сомнение Было ли произошедшее реальностью Или это всё лишь плод воображения Тимати Папочка, всё правда так и было? Ну, солнышко, так я запомнил Интересный исход И на этом вопросительном знаке Нужно было закончить мультик Ну хуй Босска, молокососка У нас же тут перспектива сиквела Передрожей маячи Конечно А теперь, друзья, финал внутри финала И самое неподходящее Нет, ладно, я поняла Короче, это про что под сиквел Он будет про котиков и про двух девочек Да Тут были мальчики и щенки А там будут котики и две девочки Я тебе кричу Прикиньте Скриньте, короче Выка настолько красочные титры Но незабываемо стандартные для подобных мультиков Сцен после титров Кажется, Гендаль в будильниче хочет нам что-то сказать Возвращайтесь к своей унылой жизни Возьмите 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 А не охерел ли ты старый пердун средиземский Не, видели Он у меня наехал Когда не знаешь, как пошутить в финале Посылай просто зрителей Нахер чё б нет А знаете что я? Я этот мультфильм Нахер пошлю Никто меня не остановит Кроме меня Резюмируя, этот ваш босс-молокосос Высосан из пальца сильнее, чем соска Которую эти же дети и сосут Просто милота ради милоты Хотя признаю, это не самое худшее, что я видел в своей жизни Тут есть и мораль, пусть дубовая А так говорит, как будто самое худшее Просто у него личная антипатия Он просто не любит, когда образ ребенка эксплуатирует Что-то только милый пи-пи-кака И знаешь, все себя умиляются И, как сказать, слишком возносят И не видят, знаешь, очевидных проблем, когда есть дети Показывают только с позитивной стороны Что они не являются объективно И как бы его от этого бомбит И эксплуатирующийся образ его очень сильно напрягает Как мои шутки Неплохая буфонада И этот мультфильм из кожи вон лезет Чтобы оказаться максимально умилительным И это у него отрадно получается Однако это все равно бездушный, стеклянный, абсурдный мульт Созданный для тех, кто считает, что детишки это умилительные вещи Фу, ненавижу это Однако по миллиарду сборов и сиквел Который с распростертыми объятиями будет ждать нас Конечно Неизбежен Поживем и увидим, что будет дальше На этом все Спасибо за внимание Ступайте в группу Пальцы вверх Знамени заржавеют И всем пока Это мультфильм Для детей Тупая ты говнина Смотри Деточка Прикольно, да? О-о-о Конце закончилось Телебоса молокососа так немного Нет, мульт понятно для кого сделан Для чего Я говорю еще раз, как я говорила там в Долбейке Мне кажется, те цели, которые он планировал Он планировал Подравиться детям Потому что были все яркие краски Взрывы Тищ-пум Слюни Пуки Вау Все такие дети ништя Класс Ну именно маленькие Я имею ввиду маленькие дети Знаешь, они прям от этого прутся Нормально, да, это работает Он должен был понравиться взрослым Потому что такие О, ребенок В костюмчике Взрослым Родителям, которым нравятся дети Да, ну то есть Ну как Многие таких людей Людей, которые тоже не видят минусов Видят только Плюсы, да Типа дал зайку, даст лужайку И все такое из этой серии Но в основном Мультик отращены на кого Взрослые идут с ребенком там Лет трех, пяти, шести На этот мультик И взрослые типа смотрят О, класс, ребеночек А он вроде как взрослый В костюмчике Там тыры-пыры А малой сидит Смотрит, что там Это все красочно И поэтому заходит И одним, и вторым И он поэтому Собирает кассу такую, да То есть Смотря на какие цели Он преследовал Он то и заработал Естественно, вот Ну как, конечно Какой-то мультик С каким-то, знаешь Интересным конфликтом Интересным каким-то посылом Какой-то моралью Конечно нет Ну в нем вообще Там ничего нету Вот посмотри Тоже самое Семья Кукруц Там был посыл какой-то Там была мораль Посмотри ту же самую душу Которую вообще Ничего с ним сравнить Насколько там Сильный посыл философский Какая сильная мораль Ну там не такие детей Там-то и тело А это конкретно Вот типа серия Вот из Свинка Пеппа Три кота Вот есть Босс Молокосос Там где все побегали Вот Маша и Медведь Вот стиль Маши и Медведя Он сделан Он серьезно Там тоже такая бегает И они почему нравятся Очень многим взрослым Маша и Медведь Ребенок ходит Такой самостоятельно Там с Медведем Вот она такая Там ух такая Знаешь Боевая И нравится Очень многим нравится Маша и Медведь Это же взрослым людям Понимаешь Причем ну допустим Лично мне Не нравится Потому что Маша Удет себя отвратительно Она ужасно себя ведет И подает пример Детям Ты за ребенок такой Скажите Что за пример такой Как можно играть с медведями Вообще Действительно Чему она учит Играть с медведями То есть да Вот ты как помнишь Какие-то мы смотрели С тобой обзоры Что вот серию про паука А Санидук вроде показал Сонку Пеппу Вот вырезали Почему Вот он говорил по поводу С медведями играть Пинки Пеппы Вот Маша и Медведь Она же играет с медведем Это же как бы нельзя делать В общем Большое вам спасибо за просмотр Напишите обязательно в комментариях Какие нам еще Обзоры Чака посмотреть Мы обязательно их посмотрим Пока Хм Неплохо Неплохо Можно и лайк поставить А давай еще это видео посмотрим А может лучше это Хм Сложный выбор